В КФУ разработали уникальный EMR-спектрометр, способный заменить сразу несколько различных EMR-установок. С его помощью физики исследуют новые контрастные агенты на основе наночастиц для высокополевого МРТ. Вот сколько лет существует лаборатория, она сейчас называется лаборатория имени Джулера, вот столько лет сотрудники, тогда молодые люди, и я в свое время был молодой, мы все создавали какую-то нестандартную аппаратуру. Тот спектрометр, о котором сейчас идет речь, он был задуман еще где-то лет 12 тому назад. Импульсивный спектрометр ядерного магнитного резонанса создали молодые сотрудники Института физики Казанского федерального университета Вячеслав Кузьмин и Александр Багайчук. Здесь продолжить такую новую тему, можно было запустить новый спектрометр EMR и начать новые какие-то исследования. К этому времени у нас был магнит, который нужно было модернизировать и сделать электронную начинку к этому спектрометру. Метод ядерного магнитного резонанса позволяет получить обширную информацию о структуре и свойствах веществ. При помощи уникальной установки можно изучать свойства веществ в широком диапазоне температур и магнитных полей. В нашем случае мы собираемся использовать установку при низких температурах, то есть в том числе и при низких температурах, и при высоких температурах. Это позволит исследовать различные объекты и получать какую-то новую информацию, и тем самым получать новую применимость этих материалов. Сделанная физиками КФУ установка на разработку и создание, которое было потрачено менее 10 миллионов рублей, позволяет проводить эксперименты с изменением различных физических параметров. Для таких экспериментов понадобилось бы использовать несколько стандартных EMR-спектрометров, каждая из которых стоит миллионы долларов. Ну вот по нашим оценкам, она не меньше 2 миллионов долларов стоит, если бы Казанский университет заказывал ее для нас. А мы сделали ее сами. И в этом есть своя прелесть. Мы чувствуем, что мы, во-первых, ее гораздо лучше чувствуем, потому что это наше дитя. Аналогов этому прибору, по крайней мере, в России не существует. Спектрометры уже задействовали в решении задач по гранту Российского научного фонда. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюс.